Итак, у нас начинается следующий этап, это у нас фишеровские шахматы, контроль 1 минута и 1 секунда добавления на ход. Ну что сказать, здесь вообще разобраться будет очень тяжело, Накамура играет белыми фигурами, так, господи, здесь надо как-то быстро рокировку сделать, если не сделаешь рокировку, вообще ничего не поймешь. А что за ход Д5? А если ЕД, тут же ферзь Ф5 шах. Вы знаете, Магнус зевнул все сразу, вот Д5 грубейший зевок, теперь на конь Д7 просто ферзь бьет Д5. Ну, не знаю, не знаю, просто зевок, ну может быть Б6, да, как-то какую-то компенсацию, но ясно, что чемпион мира просто банально не видел ферзь Ф5 шах и взяли на Д5. Вот начинаются те самые минуточки, и Хикару сейчас развернется во всей красе. А Д4? Что такое? Д4 же есть. Ну хорошо, может быть и так тоже неплохо. В общем, могу сказать, что у белых абсолютно нормальная, здоровая пешка и никакой компенсации здесь. Вау, Б4! Вот это Хикару разозлился всерьез на своего соперника. Ну, он, собственно, активизирует сразу две фигуры, и слона, и ладью, и на А7 где-то при случае нападает. Прям, правда, не сейчас. Пока взятие не угрожает, потому что там после ладья А8 останешься без ферзя. Ферзь Е2. Ну, кстати, не знаю, зачем пешку отдал американский гроссмейстер. Ой, посмотрите, а ситуация действительно начинает меняться. Ну, там, правда, Д4 будет. Ну, не знаю, посмотрим. Поэтому, может быть, уже второй раз в партии зевнул шах на Ф5 чемпион мира. Так, ну, Д4, Д4. В общем-то, заманчиво каким-то образом. Да, сыграл. У белых ладья на 1 все-таки не играет. Надо каким-то образом ее ввести в бой. Вы знаете, ситуация становится совершенно непонятной, потому что у белых есть дисгармония. Дисгармония, а у черных есть возможность как-то наладить какую-нибудь трогу. Ферзь А6 угрожает. Хикару, будь осторожен. Ферзь А6. И там с королем будет проблема. Вот поэтому он с шахом и берет на Ж7. А Ферзь Ф4? Ферзь Д4. Ба! Тут сейчас черные просто возьмут да выиграют партию. Конь Е5 на Ф6 зевнул. Что ж творится-то, дорогие друзья? Ну, что творится, а? Ферзь Ф4. Связка какая-то. Ладья Ф8. Все зевает, по-моему, Хикару. Сейчас на Д3 еще где-то рухнет. Ай-яй-яй. Ферзь С3. Так. Нельзя играть ладья Б3. Конь Б3 на Е1 подвисает. А черные вообще хотят сыграть король Б8. По-моему, большой перевес у черных. Ой, большой перевес у черных. Видите, что у них-то король находится в безопасности, а у белых король находится, смотрите, в огне. Буквально в огне. Стоп. Конь на Е5 подвисает. Опять. Еще пешки пошли. Да, переигрывает Карсон соперников. Знаете, все доедает. Безнадежно уже. Конь Д3. Взяли, взяли. Нет, ну такая позиция не спасается, наверное. Пешка Б проходит. Так. Ну что, Б2. Б2 и просто... Опа! Опа! И зевнул Ферзя. Вот это да! Вы знаете, зевнул Ферзя Магнус. Ну, это совершенно невероятно. То есть, поначалу...